Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл. Его роли были нужны нам всех. А вот, начинается! Очень хороший партнёр, кстати. Кто? Я? Когда ты с таким артистом в партнёрстве, ты в самом процессе учишься. Он высечен из кремниста. От того, что партнёр замечательный. Действительно, вы изволите говорить совершенную справку. Очень точный, очень искренний и очень такой, ну как бы наивный. Вот и ладно. Урили мозги! Железный лоб! Это я удачно зашёл, говорит герой Леонида Куравлёва, вор Жорж Милославский в квартире стоматолога Шпака. Вот так удачно Леонид Куравлёв зашёл в наше кино. Поначалу, как бы невзначай, он зашёл в институт кинематографии. Это был тот самый вуз, куда не надо было сдавать экзамены по точным наукам. Предлагаю на Турфокса! Со своей природной простотой он угодил в мир амбициозных, загадочных, плечистых и речистых актёров и режиссёров. Там у вас все такие? Такие? Такие воображал. Они срывали звёзды с неба и говорили о высоком. А Куравлёв играл роли и ролишки, не претендуя ни на что. Как ребёнок в кубике. И не мог наиграться. Слушай, тебе не кажется, что ты здесь развёл слишком бурную деятельность? Нет, не кажется. ВГИК оказался для Куравлёва тем самым детством, которого у него не было из-за раннего сиротства. Переезды к маме на Кольский полуостров, возвращение в Москву уже подросткам, связях с послевоенной шпаной, у которой игрушками были боевые пистолеты и патроны. А здесь, в Институте кинематографии, не жизнь, а праздник. Праздник каждый день. И такие люди, которых нигде не встретишь. Он захлёбывался в образах. Сегодня ему хотелось быть сумрачным человеком в пиджаке. Таким, как студент Тарковский. Да, брат. Пожалуй, сегодня увольнений не будет. А завтра резким и неуживчивым студентом Шукшиным в гимнастёрке и сапогах. Шалапутничать начинаешь, Павел? Смотри, у меня. Тарковский и Шукшин стали его первыми режиссёрами. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Зрители любили, по-моему, Лёни с первого появления. Как фамилия-то? Колокольников Павел Егорыч, год рождения 1937, водитель-механик 2-го К-класса, холост. Он начал сниматься, по-моему, ещё во ВГИКе. Ну вот, наверное, есть такой парень, одна из первых картин, где он заявил о себе ярко, точно, и это был Леонид Куравлёв. Здравствуйте, товарищи. Остальным казалось, что они просто снимают кино, а Леонид Куравлёв воспринимал всё иначе. Ну что, докатились? Для него это были не первые пробы в искусстве, а путь, на котором он встречал главных людей своей жизни. Сердце. Давно? 17 лет. А раз встречаются люди, это подарок судьбы. Он так привык с детства. Ведь если она грустная и кислая, так? Я ей говорю, перимеду, и меня потянет к другим. Ну, а если её потянет к другим? Как это? А вот так? Так ведь мы никогда не бываем грустными. Так он мальчишкой на катке встретил девочку Нину. На три года младше его. И больше никогда ему никто не был нужен. Целых 52 года. Ему хотелось, чтобы Нина была ему и любимой, и сестрой, и матерью. А что почитать? Капитал Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал. Ниночка была замечательная. Я думаю, что на 70% Лёниного успеха, покоя и комфорта в жизни это Нина была. Ну-ка, иди сюда. Хватит трепаться. А что, товарищ, строгих правил, да? Это она его оберегала и создавала, и в этом смысле это была одна из самых удивительных супружеских пар, которые я в своей жизни видел. Вы думаете, что вы гаин-гаин говорите? Когда он начал работать с Василием Шукшиным, тоже к нему сразу привязался. Сделал его своим старшим братом. А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок. А с дурачка взятки гладкие. Зрители воспринимали фильм как комедию. Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену. Хотя о комедии Шукшин не думал не тогда, когда писал сценарий, не тогда, когда обсуждались сцены с оператором, художником, композитором. Здравствуйте, Павел Игоревич. Все изменил Куравлев. Зрители чувствовали что-то родное и светлое в этом большом артисте. Он говорил, и все улыбались. Вот интересно, сейчас женщины воруют или нет? Он шутил, и трудно было не засмеяться. Здравствуйте. Выпиши-ка на рядик. На любой. Есть немного актеров, которые могут сниматься с детьми и с животными. Вот Леня был одним из тех. Из зала все выходили просветленные. Он дарил публике любовь к жизни и возвращал ее тем, кто утерял. Арина, ты чего это? В этом было его актерское чудо и миссия. Я что, на самом деле подвиг совершил? Понимаете, я боюсь его напишет, и мне потом стыдно будет перед людьми. Скажет, ой, ой, герой пошел. Народ-то знаете какой. Стремление Куравлева привязываться к хорошим людям давало свои результаты. Паш, соври чего-нибудь, а? Паша уже седьмой сон видит. Он обрел не только семью в жизни, но семью в кино. А теперь, Ваше сгородие, высок научный опыт по проникновению в вещи-вещи. Давай. У него появились родители среди кинематографистов. Как только на съемках фильма «Мич Монпанин», Михаил Швейцер и его жена, соавтор Софья Милькина, познакомились с Куравлевым, сразу влюбились в него. Стали называть сыночком. Пришел Шибукара? Кого их ли было? Ему это было нужно и очень важно. Вот и все. В 1941 году по доносу арестовали его маму. 58-я статья. Измена родине. У Куравлева была одна особенность. Он привязывался к людям. Так он когда-то привязался к Шукшину, так он привязался когда-то к Швейцарам. Однажды я пришел домой после интервью с Куравлевым, и мне говорят, тебе Куравлев звонил. Я думал, может, что-то по поводу интервью, может, что-то не так уточнить, исправить. Причем мои домашние его спросили, а кто говорит, хотя по голосу его узнали. Он сказал, друг. И вот он стал мне звонить, и мы стали разговаривать. Эти звонки были не по поводу интервью. Они были часто, длились по 40 минут, по часу. Ему нужно было кому-то выговориться. Это был просто разговор от души к душе. Это была своего рода исповедь Куравлева. Я никогда не выходил на сцену, потому что много снимался и посвятил всю свою творческую жизнь кинематографу. Я встретил его в жизни всего один раз. Мы с ним встретились, вот прям, может быть, за год до его ухода. Мы с ним поздоровались и разговаривали минут 15. Но разговор у нас был такой, как будто бы мы вместе сидели за школьной партой. Вот как будто мы вместе учились, вместе служили в армии, вместе снимались в кино. Он говорил мне массу добрых, хороших, красивых слов, и я не понимал. Это я должен был ему говорить об этом. Елизавета Кочегар Петр Камушкин. После роли Кочегара Камушкина Куравлева завалили подобными персонажами. Может, вы из Бросбой-то хотите? Никогда нет на скороде. Простыми, незлобивыми, с небольшой придурью. Царь православный! Синицын, Гребешков, Мурашов, Фролов, Сыроежкин. Он их с упоением играл. А кинорежиссеры вслед за Швейцером и Мелькиной заметили и подхватили его важную особенность. Он преображал фильмы. Сразу менялась интонация повествования. Швейцеров, ну до чего же он очарователен? Сколько вам нужно денег для счастья? Сто рублей. И смешной, и наивный, и как он ест замечательно, разговаривая, и как он шеей двигает прекрасно своей длиной. Для счастья! Это был тот редкий случай, когда жулик и проходимец вызывал только симпатии. 6400. Встретились два превосходных, великих режиссера. Быков, Ролан и Швейцер, у которого я довольно много снимался. В принципе, всю жизнь. И вот у них какой-то горячий спор затеялся об искусстве и так далее, и так далее. И рук Ролан Беков говорит, а вот артист Куравлев. Швейцер его перебил, говорит, а он не артист. Как не артист? И Швейцер ему сказал, а я до сих пор сам не знаю, кто он. Я ненарочно! Ведь я машинально! Он играл Робинзона Круза в фильме Станислава Говорухина на одном из островов Дальнего Востока, когда получил телеграмму от Леонида Гайдая с просьбой прийти на Масфильм и попробоваться в картину «Иван Васильевич меняет профессию». Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Вообще, Гайдай был довольно закрытым человеком. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антона Семеновича Шпавка. Я не помню, чтобы он разговаривал о так называемом творчестве. Мама миа! С актерами, теоретизировал. Я вообще теорию не очень-то любил. Ты куда звонить собрался? В милицию! Ибо он приходил на съемку всегда очень подготовленную трубку. Чего? Положь трубку! Тогда при первой встрече Гайдая и Куравлев друг друга почувствовали. Чего положь? Трубку! Не положь его! Между ними прошел энергетический разряд. Ложи трубку, я тебе говорю! Положи трубку! Куравлев принял методику Гайдая, что производство кинокомедии – дело серьезное, ответственное. Стойте! Поэтому на съемочной площадке не должно быть никаких смешков, никаких анекдотов, хи-хи, ха-ха. Вот как ни странно, он не любил, когда группа после дубля, скажем, смеялась. Действительно над чем-то смешным. У Гайдая очень много смешного. А у него было какое-то суеверие. Вот если на съемках засмеялись, значит, в этом месте, в кинозале, зритель смеяться не будет. Царем будешь! И он очень сердится. Ни за что! Водевайся, убью! Надо было иметь мужество, чтобы работать с Гайдаем. Ведь комедия – это низкий жанр. Куравлев решил не только с ним работать. Он стал фактически единственным другом режиссера. Ну как? Ой, не похож. Ой, халтура. Да я хоть зубы подвижу, что ли. Несчастье мое. Ведь его как бы игнорировали. Так называемые серьезные, хорошие, талантливые режиссеры. Понимаешь, это вы лицо умнее. Под лица попрошу не касаться. Ай, Гайдаевщина. Все построено на хохмах, на шуточках, на простых анекдотах. Вроде это несерьезно. Введите гражданина посла. А вот время это опровергло. Сдвинь брови. Без Гайдая сейчас невозможно представить себе вообще русский кинематограф. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Более того, он очень активно живет в обществе. В нашем обществе. И помогает ему жить. Надо бы переводчика. Был у нас Толмач Немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его и в кипятке сварили. Нельзя так с перевозчиками обращаться. А Гайдаю нужно было мужество, чтобы работать с Куравлевым. Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны. Ведь в эксцентричную комедию может вписаться не каждый. Кэмс, Куравлев. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Сначала Гайдай собрал черновой материал комедии и пригласил на просмотр всю съемочную группу. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Когда увидели, что получилось, все поняли. Это провал. Правильно. Совершенно прав... У Куравлева вместо искрометной эксцентрики вальяжные проходки, самодовольные взгляды. Испорченный фильм. Так что передать, мой король? Передай твой король мой пламенный привет. Только Леонид Гайдай был спокоен. О, держи. После филигранного монтажа все преобразилось. Ну, ауфидерзейн, гудбай, арварь. Куравлев блистал и было неимоверно смешно. Все свободны. После Ивана Васильевича Гайдай снимал Леонета Вячеславовича беспрестанно. Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Сколько раз я за свою жизнь и по сей день слышал, что от разных простых людей приходишь домой уставший, голодный, раздраженный. Царь торопясь лечить желает. Что делаешь? Заряжаешь? Иван Васильевич меняет профессию. Минуточку. Зачем счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. И меняется настроение у человека, пришедшего с работы. Зря снял. Не царская у тебя физиономия. Че-че? Ну, 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 попрошу. С кем говоришь, холоп? Ему хорошо. Танцуют все. Гайдай помогает ему жить. Я вся где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете. Он сразу попал в золотой круг гайдаевских людей. И не только благодаря артистическому таланту, но и книгам. Они оба были книголюбами. Им было о чем поговорить вместе. И о чем молчать. Романтизму нету. Выпить спокойно не дают. На следующей комедии не может быть. У них уже сложился настоящий клуб для разговоров. И лес-то не волк в лес не убежит. Которому примкнул интеллектуал Георгий Витцин. В прежнее время я мог свободно четверть выкушать. Ну, конечно, был романтизм. Три серьезных человека, которые позволили себе невероятную роскошь. Всю жизнь оставаться большими детьми. Не могу признать, где моя новая супруга. Он был какой-то, конечно, большой ребенок такой взрослый. Вот как и Леонид Юрьевич Гайдая, кстати. Вы знаете, вообще вот я заметил, что люди с комедийным даром, да, умеющие работать в этом жанре, в комедии, они как дети. У них такое восприятие детское. И проявления иногда бывают. Для артиста это вообще важно. Это еще Станиславский сказал, что надо детскость в себе холить или леять. И ни в коем случае, значит, не расставаться с этим ощущением первозданности всего. Прямо первый раз. Это был золотой период Леонида Куравлева. Ты попроси папаню показать. Он купался в предложениях. Папа, вы говорить можете? Достойные работы, которые зрители помнят через десятилетия. Я вижу, какая вы есть полнейшая красавица. Хама Брут в Вии заставляет холодить кровь жила. Ей богу, ведьма! Душевной Володе из старшей сестры Георгия Натанцона. Женатый ухажер Паши Строгановой, которую сыграла Инна Чурикова в фильме «Начало». Вы ко мне? Он был типичным советским парнем, который выигрывает пятилетки, но проигрывает сильным и харизматичным женщинам своей жизни. Это же Паша! 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 За что? Паша! Я на ней по-товарищу! У Глеба Памфилова, где у них должна была быть вроде бы постельная сцена. Желаете пройти? Желаю. Так проходите. Но Леня зашел, запел, и Глеб понял решение сцены, что не надо им ложиться в пасе. У него, с моей точки зрения, руки как раз вот не созданы для жестких мужских объятий. А не погладить по голове, по лицу, приобнять легко и нежно. Вы уж меня извините, я за мужем пришла. Его снимали много, как никого другого. Вот есть такое точное слово. Существование в любом образе, он настолько убедителен и настолько подлинно он существует, что абсолютно веришь ему, что вот этот, вот он, это и есть, понимаете? Вот этот вот Шур Балаганов, понимаете? Это вот Афоня, понимаете? Это Горбачев. Товарищ президент, горячие линии связи с Соединенными Штатами Америки готовы. Можем начать. Гениальный Гайдай придумал, чтобы Леня сыграл Горбачева. И он сыграл практически без грима. Только, значит, пятно ему, естественно, накрасили. Господин президент, давайте обменяемся. Ну, гениально его спородил. Вот это пожелывание губами. И все очень точно сделал. И потом, когда мы с Горбачевым встречались, и он очень смешно говорил, вчера опять наш фильм показывали. Вот он считал, что это вот фильм. И Леня там жал руку. Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус. Я даже не артист, оказывается. Вот такие пироги. Он снова ребенок, который попал в кондитерскую лампу. Что если бы я был на месте Джордана Брук? Пять, шесть, семь картин в год – это для Куравлева нормально. Запасная ножка к своему столику. Сколько? Шесть. Конечно, не все фильмы оказывались шедеврами. Не пьешь? Не пью. Но Куравлев шедеврален в каждой роли. Вау! Талантлив. И игра его была понятна всем. Вот и все. А вот эту я знаю. Он играл до всех. Начиная от Афони и кончая тем же фильм «Начал». Его роли были нужны нам всем. Они нас интересовали. Они вовлекали меня. То есть мое внимание привлекали. И я смотрел на него с удовольствием. Верь, мой мальчик. И этого достаточно. В этом и есть влюбленность. В этот момент он допустил одну вольность, о которой будет жалеть всю жизнь. Куравлев разошелся с Шукшиным. А чего гуляешь? Уезжаю! Василий Макарович получил разрешение на съемки фильма «Печки-лавочки». Ему сказали, снимешь современную картину, дадим осуществить твою мечту. Фильм про Степана Разина. Гуляйте, веселитесь. Я здесь... Шукшин взял Куравлева за руку и отвел в кабинет директора киностудии имени Горького, чтобы актер при свидетелях пообещал от любых других ролей отказываться. Тот искренне кивал головой, но не устоял. Так дети не могут противостоять соблазнам. И Куравлев согласился на другие предложения. Матильда задела. С мальчишеской наивностью, что ему за это ничего не будет. И предложение было хорошее, знаковое. 17 мгновений весны. Когда Шукшин и Куравлев после этого встретились в коридорах киностудии имени Горького, их ждал серьезный разговор, который Леонид Вячеславович в подробностях запомнил на всю жизнь. И вот тут мое сердце так дрогнуло, думаю, ну все. Ну не убежись же, так сказать, как мальчишка. Идем, встречаемся. Рука правая в кармане, облокотился левым плечом, а стенку. Глаза сощуривались. Там много непредвещающего мне ничего хорошего. И вдруг говорили, ну что ж ты мне под самый дых-то, бэ, дал. Ну и тут заработала, так сказать, моя мозговая машина. Спасаться надо. Я говорю, Вася, ну кто лучше тебя сыграет, этого Ивана? Написал сам. Знаешь, его до кончиков пальцев, до поворота головы. Ты прекрасный актер. Тебе играть. Никакой Куравлев тебе никогда лучше тебя не сыграет. Шукшин ничего не отвечал. Он смотрел на него в упор, прямо в глаза. У него ходили жилваки. Конечно же, они потом примирились, и Куравлев даже своего сына назвал Васей в честь Шукшина. Но вот эта вот боль за эту ситуацию, которая была вот такой неправильной, Куравлева не отпускала до конца жизни. Судьба, если забирала одного знакового режиссера из жизни Куравлева, тотчас предлагала другого. На этот раз женщину. Татьяну Леознову. Леонид Вячеславович говорил, что из множества режиссеров, с которыми он повстречался в жизни, главных у него было пятеро. Леознова была четвертой. Она позвала его в 17 мгновений весны на роль Гитлера. Он промучился несколько дней. Гитлер – это антихрист. Нельзя с такой нечистью связываться. Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенброннера. И он отказался. Татьяна Леознова его поняла. Предложила Куравлеву роль осасовца Айсмана. Я напишу, что знаю Штирлица много лет. И могу дать за него любые ручательства. Потом она дала ему главную роль в социальной драме «Мы ниже подписавшиеся». Нет, вы послушайте. Ну при чем здесь я? Когда делят квартиры, про Леню забываю. Именно для того, чтобы он очеловечил своего сложного социального героя. Так, сколько их человек? Трое. Человека с обнаженной совестью. Я плохой человек. Но есть хороший человек, начальник нашего СМУ Егорова, которого снимут с работы, если этот акт не будет подписан. Куравлев и его персонаж в этом были похожи. Пусть люди не спят. Пусть знают, что подлость кругом и обман. Он очень был интересный, грамотный, порядочный человек. А совесть, он и так-то высокий, а совесть еще выше. Я могу быть кем угодно, быть на побегушках. И это умею делать. Я люблю это делать. Но только я хочу служить настоящему человеку. Совесть большая. Он устыжался. Он любил то, что он делал. Он любил людей. Он любил свое ремесло. Не подписал акт и уже честный человек. Правильно. Да нет, в этом ничего правильного. Он был совестлив. Что может человек сделать после того, как его снимут? Снимают в один день. А доказывать надо год. Он не был циничен. Он не был подал. Любить Родину – это не березки целовать, а помогать поддерживать самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно. А в это время к нему уже присматривался пятый главный режиссер Куравлевской судьбы – Георгий Данелли. Совесть трудного с прицепом, а времени нет. У него одна есть особенность у этого прекрасного актера, что если он играет Афоню, то всем так и кажется, что он и есть слесарь-сантехник. Работаешь, работаешь. А как практикантов, так нету. Если он играет офицера гестапо, то так и думаешь, что это взяли офицера гестапо. Никогда не думал, что он пытка бессонницы – самая страшная пытка. Если он играет деревенского парня, то ты так и думаешь, что это деревенский парень. Разрешите вас разъединить? Никогда про него нельзя сказать, что он хорошо играет. Потому что настолько его образы достоверны. Как будто взяли из жизни и сняли хрониками. Ну-ка потрогай. Есть у меня температура? Комнатная. У Данеллии был на руках сценарий пропьющего сантехника подлеца, который ничего не приносит людям, кроме разочарования. Да где ж я тебя достану? Что я? Золотая рыбка, что ли? Ну, я отблагодарю. Он бы пригласил на эту роль кого угодно. Но кто угодно просто бы подлеца и сыграл. А Куравлёв начал выкручиваться. Была у меня тут где-то одна, своя собственная, импортная. Два восемь за неё отдал. Японская. И подлец оказался уже не совсем подлецом. Ох, Лавкач. Я? Так получился образ. Привет, кореглазая. Как жизнь молодая? Хорошо. Молодец. Так держать. Его отрицательные стороны отошли на задний план. На переднем осталась метущаяся душа. Энергичный танец. Удивительные качества. А при этом, ведь он актёр особого, да? Потому что это не актёр, который бытово повторяет, значит, поведение человека. Держи, друг. Ещё разок, мамаша. А он всегда ищет какие-то острые, с чёрточки характера. Назад! Тому сказано! И в том, как он говорит, и в пластике, и так далее. Удивительный актёр. В фильме «Мимено» у Леонида Куравлёва крошечная роль. На несколько секунд. Но он не мог отказать другу. Товарищи, кто из вас хачекян? Он. Он сыграл профессора Хачекяна. И его все запомнили. Такие, как вы, позорят республику. Это Хачекяна, если... Хачекян, это я. Кавлёв актёр, который интересен был всем. Именно всем. Начинаю, живёт такой парень. Это кажется просто. Это игра простого парня. Голову кверху, грудь вперёд и улыбайся. Но громко не хохочи. Это думает. Вот играет мошенник, Иван Васильевич, это игра в мошенника. Он не мошенник. Дорогой самодержец, мы пропали. Выбирал роли Леонид Куравлёв с пристрастием. Потому что за выбор надо было отвечать сначала перед женой, а когда была жива мама, ещё и перед ней. Когда он снимался у меня в картине «Суета-сует», кошмар, это был мой первый фильм о масс-фильме, я случайно услышала такой разговор. Это уже было на озвучании. Ему звонила мама. Видимо, он очень нежно, трепетно относился к маме. И она, видимо, выговаривала ему за то, что он снимается неизвестно у кого, неизвестно в чём. Потому что это была моя первая работа. Хочу танцевать. И роль эта всё-таки эпизодическая. Прошу. И он сказал, мама, ты вот увидишь, и ты меня похвалишь. Не ругай меня, всё хорошо. И режиссёр, мы с ним дружим уже. И сценарий Брагинского, и роль хорошая. А меня муж бросил! Леонид Куравлёв знал, что режиссёры часто перед ним пробуют сначала других замечательных актёров. И не обижался, что к нему обращаются, когда не получалось с другими. Съёмки, пожалуйста, все на местах. И мотор! Есть! Алла Сурикова хотела главную мужскую роль инспектора Грандена в фильме «Ищите женщину» отдать Михаилу Ульянову. В чём дело? Руководство киностудии порекомендовало актёру другую работу. Ульянов от комедии Суриковой вынужденно отказался. А Куравлёв согласился. Поехали дальше. Он тоже не очень верил в то, что это его роль Франция, полицейские, Гранден, там всё. Но Ганна Ганевская, художник по костюмам, бросила ему на шею такой толстый шарф. Это была вообще-то моя вязаная кофта, потому что шарф потом сделали. Художник-гримёр приклеила брови и усы. И вот вдруг мы увидели вот этот железный лоб зашёл в кадр. «Отвечайте на мои вопросы кратко и чётко, да или нет, ясно?» И очень обрадовался, что его ждёт работа с грузинской актрисой Софикочи Аурели. «Опять мы». Они учились на одном курсе во ВГИКе. Знали друг друга с юности. «Какая ты красивая, когда молчишь». Им не надо было присматриваться, притираться. «Исчез на 20 лет». У них был восторг встречи и сотворчества. «Глеб! Пощечина! При исполнении!» Лёня был не просто готов к съёмке. Продумывалось каждое его движение, его поворот усов и головы, его взгляд. Но это было всё равно так естественно. Наверняка он дома несколько раз проходил для себя. «Вас ждёт денежное благополучие, повышение по службе и гармоничное здоровье». Он очень тонко и точно входил в образы. «Имя любовника мадам Роше». Я всегда с удовольствием на него смотрела. «Это предположение или уверенность?» «Я это и на суде скажу». Я не могла оторвать глаз, потому что верила ему абсолютно, абсолютно в любой роль. «Предсказываю вам, что следующий труп будет вашим, а убийцей буду я». Это была самая счастливая жизнь, которую только можно себе представить. Он шёл на любую съёмку, как на праздник, а со съёмок мчался домой. Потому что там жена Нина и дети, а потом и внуки. «Голубчики вы мои, хорошие! Как здорово, что вы пришли!» За пределами съёмочной площадки это Лёня Куравлёв, который ничего общего не имеет ни с офицером Гестапо, ни с деревенским парнем, ни с Афонией. А это очень скромный, очень спокойный, приятный человек, с которым всегда общаться. И дома он такой, он семьянин. Это не гуляк-актёр. Нет. Он... Это человек спокойный, так сказать. Дома он расспрашивал жену о школе, в которой она преподавала английский язык, об административной работе завучем. У них в семье она тоже была своеобразным завучем. По поведению. И вот она и Лёня тоже так держала, потому что его-то... А Лёнячку иногда надо было держать, придерживать в молодые годы. И вот она и руководила. Ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! А потом уходил в свою комнату с бесконечными стеллажами книг и упивался любимым занятием – чтением. Конечно, философского склада ума был человек. Он изъяснялся вообще какими-то притчами, даже, знаете, какими-то такими вот глубокими... ...такими сентенциями иногда. Хочешь на мне карьеру состроить? Его жизнь стала праздником, как его роли стали праздником для миллионов. Пол капли для запаха. Он выходил на улицу около своего дома на набережной напротив Кремля. Останавливалось движение. Прохожие его окружали. С корабликов на Москве реке ему махали пассажиры и экипаж. Гони рубль, родственник, неопонятно! Рубль должен был! Два! 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 И у него есть огромное богатство. Как лучше, так? Или так? Его обожают, ну, миллионов двести зрителей бывшего Советского Союза. Они его боготворят. Ведь триста квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю? Ну, ладно ему позавидовать. Белой завистью. А знаете кто? Он был всеобщим любимчиком. Крокодил Гена. У которого счастливая гармоничная жизнь. Такой же красивый. А-а-а. Такой же добрый. Его большое счастье длилось до 2012 года, когда жена Куравлёва Нина Васильевна умерла. Он стал еще более замкнутым, одиноким, несчастным. И, может быть, если бы Нина прожила дольше, и, скажем так, пережила бы Лёня, то Лёня бы жил намного дольше. Леонид Вячеславович пережил ее на 10 лет. И эти 10 лет он превратил в большую панихиду по жене. Он не выходил из дома. Бесконечно перебирал фотографии с Ниной. Когда Нину похоронили, он поставил памятник, где, значит, рядом с ее именем выбил свое имя на Троекуровском. Книги больше не были его утешением. Он не брал телефонную трубку. Если он набирал чей-то номер, то только чтобы рассказать, как темно и страшно у него на душе. Интервью он тоже не давал. И от Ролей отказывался. Стал обычным московским пенсионером. Приезжал на кладбище к могиле Гайдая. Часто бывал у Нины Васильевны. Для Леонида Вячеславовича культ жены был. Я думаю, что уход ей из жизни ускорил его уход из жизни, конечно. Вот такая вот преданность. Это, кстати, тоже ведь очень характеризует человека. Вот такая верность, преданность. Такая любовь к одному, к одной женщине, жене, матери, ребенка. Это важно для него было. Очень светлая память. И ему выдающиеся скульпторы, архитекторы предлагали сделать что-то удивительное, изысканное, что всех поразит. На что Куравлев отвечал. Понимаете, вот на кладбище столько замечательных людей похоронено. И представляете, над всем этим будет воздвигаться особое какое-то надгробие Куравлева. Не надо. Он всегда думал о том, что скажут про него люди. И даже когда его накрыло большое горе, он очень следил за собой и за людей, и за зрителей своих, чтобы не опуститься, не спиться. Он позвонил, мы долго с ним говорили. Он говорил о том, что он очень без Нины скучает, что он каждую неделю бывает у нее на кладбище. Что он себе место там заготовил. Словно бы для того, чтобы он забыл о своих несчастьях, ему начала отказывать память. Вот Куравлев совершенно уникальный вот такой российский, советский актер. Несмотря на роли, которые он поплатил на экране, он всегда был очень узнаваем, понятен и своим таким. А я вижу, ты веселый парень. Что ты? Тут как бы такой секрет. Ну как его, понимаете, как можно это расшифровать? Здравствуйте. Прекрасная погода, не правда ли? Никак. Такой природный талант. Такой вот большой актер с большим сердцем и душой. Афанасий! То, что нам оставляют поколения уходящие и ушедшие, я говорю об актерах. Ведь это же нам награда. Это же наша пища. Это наше будущее. И это не только культура, образование, воспитание. Это все равно наше лицо. Это мы. Выпорю! Он все забывал. Привязанность, роли, имена. Они покидали его. Только не забывал, что он актер. Актер и дедушка трех внуков. Счастливый дедушка. Редактор субтитров А.Семкин